доброго дамы и господа обзор валютного рынка форекс метод опционного анализа перед вами валютная пара евро доллар с учетом forward point все опционные уровни расставлены давайте с вами взглянем что у нас произошло за прошлую неделю и что у нас ожидается в ближайшее будущее и так по евро доллар за прошлую неделю у нас особо ничего и не произошло то есть по-прежнему цена торгуется у нас за пределами верхней и за пределами нижней границы рынка то есть это верхняя граница рынка это нижняя граница рынка единственное у нас начали добавляться ожидания возле нижней границы рынка этот опцион с экспирацией 5 июня но и далекие ожидания их к ожиданиям падения не отношу это опцион с экспирацией 4 декабря на 94 фигуре 94 50 скорее всего они рассчитаны на то чтобы цена на момент экспирации то есть 4 декабря торговалась выше данных уровней и за эти опционы получить свою комиссию то есть они проданы поэтому на них внимание не обращаем пока что точно так же как и на вот эти уровни экспирации 4 сентября обращаем внимание на уровне которые у нас будут находиться в зоне вероятности вот зелененькая это 95 процентная зона вероятности того что цена будет экспирироваться вот в этих пределах но и 68 процентная зона вероятности она смещается за ценой но и каждый день она понемногу сужается поэтому если цена пойдет вниз то соответственно вот эти вероятностные области будут снижаться дойдут как раз примерно до вот этих областей до ожидания опционов под где можно будет и смотреть точки для открытия продаж хорошим моментом будет поиск продаю покупок поиск покупок будет это как нижняя граница рынка и вот эти пограничные опционы бот из экспирации 4 сентября вот это вот прямо вот хорошая область для поиска покупок сейчас эта цена вот 1485 до и 1412 104 12 вот здесь можно искать покупочки что еще интересно но расстояние достаточно большие 400 почти под 500 пунктов поэтому такие движения не хотелось бы упускать такие расстояния и есть это у нас появился опционный уровень третьего порядка как правило за такими уровнями стоят деньги биржой толпы поэтому их любят собирать по стоп лоссом то есть как это происходит цена до этих уровней доходит дает какую-то коррекцию то есть срабатывать здесь кучка отложенных ордеров цена на продажу цена идет вниз дает какую-то коррекцию затем вновь идет вверх вынося их по стоп лоссом и какой еще признак может быть то есть вот по этому уровню что здесь стоят именно деньги биржой толпы но это бывает не всегда иногда за уровнем третьего порядка стоят и деньги крупных игроков но косвенным признаком того что здесь стоят деньги толпы это то что данный уровень у нас вот очень хорошо совпадает с историческим уровнем то если мы так вот поставим уровень то видим на что сделаем пожирнее чтобы было лучше видно то видим что у нас идет очень такое хорошее совпадение ожидание того да что это что натуре у нас будет сопротивление поэтому когда идет такое явное совпадение то естественно происходит что здесь стоят деньги биржой толпы они начинают продавать с расчетом на то что сработать уровень сопротивления стоп лосса ставят куда-то за ближайшие вот эти локальные получаются максимумы и поэтому данных продавцов сначала при ободряют чтобы они побольше на открывали продаж стоп лоссы выставляют они заявлены такие локальные максимума затем их ломают выносят по стоп лоссом а у них стоп лоссы это покупки то есть они открывали продажи стоп лосс соответственно это будет покупка то есть они покупают кто-то будет продавать и вот крупные игроки начинают собирать вот эту ликвидность на стоп лоссах то есть начинают продавать с этих уровней и уже затем идут вниз такой ближайший сценарий я вижу что здесь может разыграться тем более здесь у нас по анализу фьючерсов по фьючерсному анализу у нас здесь идет к активная зона продавцов вот здесь очень много продавцов у нас осталось вот они здесь отмечены и выше еще поэтому как раз можем уложиться в такой сценарий что здесь их соблазняют на продажи а далее выносят по стоп лоссом собирая ликвидности у нас уровень где будут находиться вот так ну вот она зона продавцов как раз вот этими очевидными локальными максимум как раз есть можно и будет поискать продажи вот в этой области 108 75 даже выше до 109 58 этот в этой области искать продаж с целью максимальная цель до нижней границы рынка 104 80 на текущий момент далее что у нас идет по британскому фунту британский фунт у нас также торгуется между верхней и нижней границы рынка но в отличие от евре к у нас пока что идут покупатели уже третий день подряд идут покупатели до этого были продавцы 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 они у нас тут видимо активизировались в связи с падением нижней границы рынка то есть ожидание того что цена пойдет вниз возросли нижней границы рынка ушла в стандартное положение тем самым как бы открывая дорогу для дальнейшего падения у нас цена после этого падала на 230 пунктов но данные продавцы затем были как видимо сломлены покупателями и пока что набирают силы покупатели сегодня можно что ожидать мы сейчас наблюдаем резкий рост пробили данный локальный максимум возможно это сейчас мы с вами наблюдаем опять-таки ложный пробой с целью ободрить покупатель чтобы они пошли вверх а затем отправиться вниз и от стоп лоссить данных покупателей вот в этой области потому что здесь явный такой вот явный локальный минимум имеется за который будут выставлять стоп лоссы это любимое дело собирать стоп лоссы вот таких трейдеров давайте взглянем еще на фонд более подробно если у нас здесь возрастут покупочки вернее возрастет объем да ну вот видим вот объем здесь подскочил на верхушках кто у нас здесь по рынку покупатель видим дельта положительно идет вот у нас очень-очень много до покупателей идет этому можно рассчитывать на сценарий которые только что описал что цена припадет и вот здесь уже можно будет искать покупайшек покупайшек то есть искать с вами тоже покупочки ну а продавцы у нас где сосредоточены они у нас но достаточно далеко внизу имеются здесь вот в этих областях у нас покупатели властях покупатели ну что вполне логично безопасной точкой для поиска покупок является данная зона более-менее безопасно то есть здесь если пойдут стоп лоссить то естественно за предел вот этих локальных минимумов за пределами границ рынка хороший у нас идет область для поиска продаж то есть сценарий примерно такой пока что ожидается на ближайшие несколько дней может быть недель и поиск продаж это у нас вот уровень 5 июня за пределами верхней границы рынка уровень 128 00 можно считать и 2695 хорошую область для поиска продаж австралийский доллар у нас также набирает силы покупательские расположение цены относительно опционных уровней ближе уже к верхней границе рынка но и как в прошлом обзоре я упоминал что за пределами верхней границе рынка у нас имеются большие ожидания по опционам call если мы рассчитываем что это хеджеры то здесь у нас многократное усиление данных уровней и можно рассчитывать на хорошие продажи из этой области то есть поиск продаж в этой области это нас получается 06767 на текущий момент и 06647 такая вот область для поиска продаж сейчас у нас идут покупатели на то есть покупатель набирают обороты была здесь эта область флета то есть неопределенность область борьбы кто кого куда вроде обозначился продавец но его сломили вот сейчас третий подряд набирают силы покупателя так что возможен дальнейший рост как раз вот в данную область по канадскому доллару рынок у нас пришел в свое стандартное состояние из долгое время у нас торговался за пределами верхней границы рынка даже за нее выходил но вот здесь постелили опцион put и цена развернулась обратно вверх далее верхние границы рынка у нас перестроилась накидали недельный опциончика который завтра у нас экспирируется выше у нас имеется уровень с экспирацией 5 июня за пределами верхней границы рынка и если цена у нас пойдет вверх до этих областей более чем 500 пунктов не знаю сомневаюсь что цена в текущем акционом контракте успеет до этого уровня дойти у нас осталось всего лишь от текущей недели следующей недели 8 мая у нас происходит экспирация текущего акциона то тогда здесь конечно же идет поиск продаж это уровень 1 46 56 и 1 44 90 в данной области можно искать хорошие продажи сейчас пока идет неопределенность по рынку то есть мы видим вниз не идет верхний идет идет какая-то борьба определяются видим куда направить свои стопы если мы пойдем вниз то хорошим местом для поиска покупок это у нас будет от нижней границы рынка и уровень 2 порядка область 136 70 и пока что идет некая неопределенность то есть куда вставать но есть такие народные приметы которые нам показывают предпочтение куда открыться то есть пока что вот здесь мы видим не особо такие вот ровные дан какие-то графики у нас идут но вот если у нас сейчас закроется допустим час закрывается где тут вот так вот ровненько вот с этой истории с этим баром закрывается примерно на одном уровне далее идет какой-нибудь отскок обратно вверх то есть мы видим что у нас вырисовывается ровный уровень который бьет практически тик в тик на с небольшой погрешностью то это будет означать что с большей долей вероятностью мы будем проторговывать именно вот такие ровные уровни вниз такая же ситуация у нас идет по енинду один немного перескочим на дневной график зайдем и увидим что у нас вот идет ровненький уровень поения на вот они ведь идут ровненький уровень поэтому с большей долей вероятности можно ожидать что иена припадет у нас дальше вниз но и здесь у нас тут ожидание об этом чуть попозже сейчас у нас по плану франк а что у нас по франку франк у нас ушел за пределы нижней границы рынка как мы можем наблюдать с вами ушел за пределы нижней границы рынка нарисовал разворотный паттерн уперся скопление опционов в путь и от него стартанул вверх далее здесь шла борьба либо на накопление сил здесь был продавец продавец покупатель продавец покупатель флэт покупатели вот здесь у нас вот покупатель уже преодолел всех вот этих продавцов всю эту историю такую-то ровненькой ступень когда такой водораздел нарисовал сопротивление превратил ее в поддержку к область вращение возле этого уровня вернее даже сказать не возле этого а если точнее то возле вот этого акционного уровня мы вращались обратите внимание у нас сначала акционного месяца вот этот уровень вот изменился из-за forward point но вот у нас начало был торговали раз сопротивление два сопротивления пошли вниз потом растут опять сопротивления да у него опять сопротивление проект проторговали вверх здесь уже превратили его в поддержку уровень вращений здесь опять него превратили в поддержку то есть сейчас мы направляемся вверх у нас здесь область покупателя резко проторговали вверх сейчас вероятно вот ложный пробой создали для вот товарищей вот этих вот для вот этих покупателей тут наверняка еще объемы не смотрелся с вами посмотрим тут наверняка тоже будут у нас возросшие объемы много покупателей сейчас их будут стоп лоссить выносить по стоп лоссом за пределы вот этих локальных минимумов может быть случится так что и вновь доберемся до этого уровня хотя уже пока что видится сомнительным но посмотрим что для интродей для небольших временных отрезков торговли можно будет присматриваться вот в этой области к покупочкам так давайте взглянем на франк по фьючерсам вот у нас франк так его немного расширю перейдем на более меньший таймфрейм обновим да вот у нас падение то есть котировочка перевернутая для форекс это была покупка для фьючерса это у нас будет продажи давайте так сделал что было более наглядно так покупка продажи возвращаемся обратно посмотрим кишочки вот у нас идут видны объемы покупатели здесь данном в данном случае здесь покупатели тут все таки продавцов да тут немного больше немного больше продавцов в данном случае продавцов чуть чуточку больше это значит для форекс и покупателей больше здесь все наоборот и видим здесь у нас тормознули продавцов тормозные покупатели идут вниз поэтому вот как я и предполагал что это ложный пробой чтобы от 100 плосить этих покупателей поднабрать ликвидности опять-таки для вот этих покупателей стоп-лосс это будет продажа то все не продают крупный игрок покупает здесь у нас покупателя обозначен и идут дальше вверх на более старших таймфреймах я вам покажу сейчас что у нас здесь идет достаточно много то не продавцы возле верхней возле нижней границы рынка да тут находятся они то здесь это покупатель на фьючерсе продавцы на форекс покупатели наоборот надо смотреть ну сюда я уже не ожидаю пока что движение вниз все таки вот в этой области жду что может быть цена здесь поторгуется и потом дальше вверх пойдет а вверху что у нас имеется у нас имеется верху верхняя граница рынка и недавно появившийся опциончик с экспирации 6 ноября который попадал в коридор вероятности 95 процентов и если мы сейчас пойдем вверх то этот коридор будет смещаться как раз данный опцион будет у нас в зоне статистической досягаемости поэтому на данные опционы 10040 всем можно обратить внимание от которого можно будет искать более безопасные среднесрочные продажи верхняя граница рынка у нас находится на ценовом уровне 09913 на сегодняшний день форвард по понемногу меняется так что границы рынка тоже будет немного изменяться но не критично пока что критично у нас происходит скачок форвард по это когда меняется фьючерсный контракт он у нас будет меняться в июне так и японская японская я нас торгуется между также верхней и нижней границы рынка сейчас у нас идет такая вот зона неопределенность то есть идет флэд 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 идет пока нет то есть ну что значит флэд то есть нет здесь как бы не совсем флэд спускаемся вниз но здесь нет каких-то явных сил покупателей и продавцов то есть идет неопределенность кто куда что думает делать но мы видим вот этот самый уровень который я вам проводил на дневных графиках и вот пробитие данного уровня то есть видим что у нас здесь явно идет исторический уровень здесь исторический уровень здесь вот пытается отскочить сейчас японская иена поэтому пробитие данного уровня у нас может открыть дорогу вниз до нижней границы рынка обратите еще внимание у нас здесь уровень третьего порядка он у нас появился и в принципе то вот и от него и у нас идет отскок но с учетом forward point у нас изменялся ну вот ровненько от этого уровня третьего порядка у нас здесь отскакивает и данный уровень третьего порядка у нас и посмотрим тоже совпадал да у нас идет по нему тоже идет совпадение историческое совпадение вот по этим по этой истории то есть ожидали от него вот такой вот отскоки возможно что цена пойдет дальше вверх но вот как я и говорю да что такие уровни третьего порядка это вероятно деньги биржа толпы что дают им возможность прикупиться но затем их могут дальше провалить вниз поэтому давайте взглянем что у нас будет если цена дойдет до следующего уровня третьего порядка также проведем ему прямую линию посмотрим идет ли какое-то историческое совпадение таких вот явных каких-то исторических соблюдений как вот здесь мы не наблюдаем поэтому у нас данный уровень третьего порядка за ним могут цель деньги уже крупных игроков и получается у нас хорошая область для поиска покупок это уровень третьего порядка и нижняя граница рынка ну и за пределами нижней границы рынка тоже вот эта зона 95 процентов вероятность то есть если подытожить то у нас начиная 106 08 уровень третьего порядка и до 95 процентов 104 58 отличная зона для поиска покупок на среднесрочное удержание например до верхней границы рынка а расстояние между ними между границами рынка у нас 500 более чем 500 пунктов поэтому вот по иене пока что такой сценарий ожидания пробоя вниз чтобы не терять вот это расстояние в размере 100 пунктов для текущей волатильности по иене нормальным кажется вот прошлый опционный месяц она летала по 500 пунктов за недельку сейчас что-то подутухло поэтому можно заработать и на этом расстоянии не побрезгуйте 100 пунктами даже 150 пойдем дальше дальше давайте рассматривать будем что у нас в брэнд просилить рассматривать брэнд брэнд это нефть до марка нефти вчера у нас попыталась тут у нас на этом уровне двадцать один девяносто семь обозначили силы продавца по марке брэнд у меня нет опционных уровней нет такой информации не собираю вчера попытались проторговать пробить данного продавца но попытка не увенчалась успехами и наоборот у нас нарисовался новый уровень продавца 2485 покупателей я здесь пока по бренду не вижу ну что вы примерно сориентироваться для этого у нас не есть нефть в этой американская нефть они примерно плюс-минус ходят одинаково да только разная стоимость их но примерно по нефти у нас происходит одно и то же так вот по нефти у нас появился опционный уровень по страйку десять то есть на десяти долларов за баррель в прошлый раз был на пятнадцати долларов за баррель и недавно появился на десяти долларов за баррель тоже не самый такой маленький контракт и что у нас сейчас сейчас у нас идет продавец вчера у нас обозначили силы покупателя но я в своей группе телеграм рекомендовал что покупатель у нас какой-то слабенький поэтому возможно коррекция откат покупателям пониже это уровень одиннадцать одиннадцать и вот здесь мы видим что сейчас идет некая была некая остановочка что мы сейчас проторговали да вот этого покупателя проторговали но о слове данного покупателя говорить пока рано это нужно смотреть закрытие дня как закроется цена как где будут сосредоточены объемы но сейчас мы видим что у нас идут продажи пытаются сломить вот этого единственного покупателя пока что и причем что даже вот здесь у нас тоже покупатели не обнаруживается то есть единственный более-менее сильный покупатель у нас на 11.13 ну и где искать покупочки пока что вот зона довольно таки размывчатая за уровнем 10 баррелей 10 долларов за баррель то есть ниже 10 долларов за баррель искать где-то покупки но пока каких-то конкретных точек не вижу видим что у нас вроде покупатели были но вот они здесь у нас уменьшаются силы покупателей у нас уходят с рынка и возрастают силы продавцов понемногу в целом уменьшается но в сравнении с покупателями немного превосходят продавцы по объему так что о покупках пока говорить что-то рано лучше всего подождать посмотреть где будут вырисовываться уровни сильных покупателей тогда уже более подробно рассматривать искать позиции так что нефть может быть оставить в покое на какое-то время по золоту что у нас по золоту золото у нас давайте обновим график доходило до крупных скоплений денег 1750 долларов за тройскую умницу давайте посмотрим расстановку опционов взглянем на расстановку опционов так золото и видим по золоту вот тот самый уровень 1750 долларов и 1800 у нас вновь появился посмотрим 1800 у нас вновь появился данный уровень а что мы здесь наблюдаем мы здесь наблюдаем силы продавцов это красненькие это силы продавцов и вчера у нас тоже появился довольно таки сильный продавец поэтому пока что да мы находимся вот возле верхней границы рынка на этом нам о чем говорит о том что ожидаются все-таки продажи и вот уровни продавцов на которые можно обратить внимание 1723.80 и 1741 ровно вот на эти уровни можно обратить внимание с точки зрения поиска продаж а на этом пока все переходите в группу telegram где я выкладываю обзоры рынка и торговые идеи ссылочка в описании под этим видео всем успехов попутного тренда пока